А что если когда-то давным-давно кто-то из руководителей Феррари чем-то насолил сильно мира сего и им теперь никогда не дадут выигрывать чемпионаты? Да ну, бред какой-то. Помидор, шашлык, люля, все для победителя. А на десерту Мерседеса почки красного коня. Здравствуйте. Хай. По традиции сухая выжимка из гонки для любителей этой же сухой статистики. Вначале были свободные заезды. Потом была не менее интересная квалификация. Мне сказали, ты у нас первый номер, мы тебе самовоз построили. А я чего-то не понимаю и самовоз не самовозит и этот мелкий чё-то быстро едет. Ерунда какая-то. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну мы вчера взяли где-то по 250 на человека, по 300 грамм шашлыка, я люля пожарил на огне. Скромно, но у нас и зарплаты тут в младших быках небольшие. А потом Киме пришел, принес 5 литров виски. Ну в общем весело было. Я вообще всю ночь углевал. Представляете, они все еще ведутся. Все еще верят. Такие счастливые всю пятницу ходят. Ну умра. А вот Ботас, правда, чего-то начинает меня беспокоить. Слишком быстрый и надежный стал. Есть. Ну а гонка в этот раз получилась несколько пресноватой. Выиграл ее Вальтери Ботас, вторым приехал Льюис Хэмилтон, Мерседесы оформили уже четвертый дубль подряд. И третьим доковылял Себастьян Феттель. Вот в общем-то говоря и все. Ну а те, кто любит порассуждать о гонке и послушать какое-то стороннее мнение, я вас приглашаю дальше. Поехали. Ох, Баку, любовь моя. В этом году не получилось поехать, но очень сильно переживал по этому поводу, но в конце концов смирился. Думаю, ну посмотрю дома, будет это шоу и с удовольствием вообще. Гоночный уикенд в принципе предполагал быть очень-очень насыщенным. Формула 2, Формула Е сами посудите. Формула 1 наша с вами любимая. Не говоря уже про ралли-кросс, Формулу 4 в этом самом, в лягушатнике, как его там, поле Рикар. Короче, в принципе, можно было все выходные не выходить из дома. Ну? Но Баку последние пару лет это была самая настоящая изюминка чемпионата. Это было всегда восхитительно, непредсказуемо, необыкновенно, да и просто волшебно. И этот выпуск я хотел начать словами, что... А можно нам 21 гонку в Баку в календаре? Потому что это всегда было действительно здорово и это начиналось в этот раз так же. Первая поспешила напомнить о том, что гонки в Баку интересны и непредсказуемы, решил Формула 2. Да и свободные заезды в Формуле 1, да и квалификация. Они говорили о том, что это будет просто какая-то бомба. По сравнению с Формулой Ето я вообще молчу. Там в этот раз творилось полнейшее безумие, но мы об этом отдельно поговорим. А что в итоге? В итоге, ну давайте будем честны, гонка получилась... Ну, не такой, конечно, пресной, как Китай, но все-таки пресноватой. Да, да, в середине было очень много сражений, обгонов, каких-то интересных дуэлей. Но в целом, знаете, не хватало вот этого вот вау-эффекта. Именно того, за что мы эти гонки и любим. Но ведь правда, а насколько интересно все начиналось? Ну, для кого интересно, а кому и трагично. Бедные люди извилимся. Я вообще не представляю, что с ними творится. Началось все с того, что Рассел там как-то заболел. Видимо, люля отравился и не пошел на пресс-конференцию в четверг. Потом уже в пятницу на свободных заездах случилось так, что первая часть свободных практик продлилась ровно 12 минут. И именно тут заиграл это самое бакинское безумие. И мы поняли, что вот-вот, ну вот-вот точно, ну должна же быть просто мега-гонка. Ну, а может бабушки бакинские сглазили, знаете, потому что, ну, так не бывает. Для тех, кто весь этот цирк пропустил, могу кратенечко рассказать. Значит, смотрите, жил-был мальчик Леклер, он поехал на Феррари покататься по бакинским улицам. Вместе с Себастьяном Феттелем они были первыми, кто выехал на эту трассу. Ехал он ехал и зацепил люк, который почему-то был не закреплен. Ну, не то чтобы не закреплен, закрепить-то его закрепили, но забыли заварить. И вот этот люк немножечко приподнялся, а следом ехал Рассел на все том же Вильямсе. Знаете, как бывает, вот деньги к деньгам, а говно к говну, поэтому... Ну, и, в общем, Рассел взял, да, и передом своей машины всосал к себе этот самый люк. Разворотило днище полностью, вообще просто кишки повываливались, понимаете. Баку каждый раз рожает новые какие-то мемы для нас, потому что столько всяких смешных фотокарточек после этого появилось, просто не удержаться. Я плакал от смеха уже в пятницу, понимаете. Я ожидал этого Гран-при, я был уверен. Мне еще было обидно, что я туда не поехал. Я такой, ну ладно, хотя бы дома, потому что, ну, настолько должно было быть круто. Так вот, Рассел сходит, к нему приезжает эвакуатор, грузит машину, разгоняется и со всей дури втемяшивается в растяжку на трассе. Этот эпизод породил еще больше мемов, а все петербуржцы и люди, которые тоже об этом как-то слышали, тут же вспомнили наш тут недалеко мост глупостей, в которую врезается раз за разом куча газелей. Уже ни одни баннеры им не помогают, там уже вот такими буквами написали, что газель не пройдет. Нет, они все равно сносят свои будки об этот мост. Вот в Баку было один в один только с погрузчиком, который вез все тот же многострадальный Вильямс к себе в домик, но не довез. Ухреначился в растяжку так, что вся эта жидкость гидравлическая, которая помогает, собственно, крану двигаться, потекла куда? Правильно, прямо на этот же самый болид Вильямс. В итоге все засрали маслом. Все... Я вообще... Ой... В принципе, понимаете, ни о чем больше можно не рассказывать, потому что то, что творилось с утра в пятницу, это вообще перечеркнуло дальше за собой все, что было. Потому что столько всего, понимаете, столько предположений началось, откуда это взялось. Я вначале подумал, что это Кубица, понимаете, пан Кубица, ну, так как он жаловался, что у него на машине днище повреждено, и он поэтому не может ехать с такой же скоростью, как Рассел, решил, что тоже нужно открутить винтики, и, значит, чтобы у второй машины было у них две машины теперь без днища. Но, конечно, Кубица сделать этого не мог, потому что в канализации живут кто? Правильно, черепашки-ниндзя. И они ему такие, ты чё, сука, ты чё, давай раз на раз, дверь нам запили. Ну, а в итоге все пришли вообще к тому выводу, что все это сделал, конечно же, Эриксон. Я же это как-то примерился даже на себя, потому что вспомнил такие ситуации, когда, знаете, едешь по открытому картодрому, и кто-то впереди выволок камень на трассу. И он достаточно большой, и ты, как вот в обычной жизни, на дороге, на машине, пытаешься пропустить его, грубо говоря, по днищам, да, посредине колес. Не стоит делать этого в картинге, потому что буквально через долю секунды своей пятой точкой вы ощутите абсолютно все грани этого камня, все его изгибы, сколы и тонкости. Слава богу, что Рассел разворотило не его днище, а днище его машины, Вильямс, потому что последствия могли бы быть самыми плачевными. И я не зря вам так много рассказываю про этот эпизод, потому что, поверьте, про гонку говорить особо и нечего. Если вы не смотрели квалификацию, то обязательно сделайте это, потому что она тоже была интереснее, чем сама гонка. Ну, во-первых, в квалификации Мерседесы вспомнили, что у них машины на ручнике стояли, убрали его и поехали со своей нормальной скоростью, которую они не показывали ни в одном из свободных заезд. Ну, а уже в ходе самой квалификации вначале панкубится, а потом и молодой Леклер разбили свои болиды прямо вот там вот у стены, где вот эта башня красивая, в самом узком месте трассы, короче. Я думаю, что очень повезло людям, которые там были рядом, потому что после заездов, когда на трассу, наверное, можно было бы пробраться, стоило бы заглянуть за эти заборчики. Потому что за ними лежало нереальнейшее количество карбоновых ошметок, кусков антикрыльев и тому подобного. На самом деле, сувениров формульных насобирать можно было ого-го сколько. Надеюсь, ребята вот так и сделают. Так что, заканчивая балладу о Вильямсе в этот раз, ну что, как ни к чему не клеилось, так и не клеится. Еще раз повторяю, жопа к жопе, поэтому ничего у них не происходит, машины вообще не едут, а еще и постоянно разбиваются. У Клэр вообще было такое лицо, что типа, знаете, она звонила в какой-нибудь банк и просила кредит на новое днище. Ну, а после того, как Кубица разбил машину, ее лицо было вообще похоже на саму смерть. Рено Ульт. Рено, знаете, напоминает такой валун, знаете, огромный камень, вот который закатывали на вершину самой большой горы. И практически уже докатив, кончились силы, и они отпустили его, и камень полетел вниз, и так как он здоровый, он все больше и больше набирает скорость, и летит вот туда вообще куда-то в днище. Квалификациях смотрится еще более-менее, в гонке темпа как-то вообще нету, и так что из ботинка, к сожалению, мы все еще не попьем. Альфа, которая Ромео. Что касается Альфа Ромео, тут, знаете ли, вообще очень странная вещь происходит, там же двигатели Феррари, да, у меня ощущение, что Кимми, когда из Феррари уходил, ему отступными дали вот этот вот блочок МГУАШ, или как он там называется у него. Потому что он ломается у всех, Феррари не может нормально реализовать мощность, у Джовинаци уже какой раз он вылетает, и ему ставят новые, из-за чего ему приходится там откатываться назад, или вообще стартовать из бокса. А у Кимми, тфу-тфу-тфу, все еще работает. Так что да, я полностью считаю, что вот он отступными этими взял самый лучший и единственный блок вот этот, и ушел себе спокойно докатывать свою хорошую гоночную старость в Альфа Ромео. Джовинаци по-прежнему не едет, тут и говорить нечем. Тора Росса, да и главные быки, давайте всех в кучу. Ну, знаете, ощущение, что Хонда поехала. Типа, в ТЭК заработал. Ну, если вы понимаете о чем. Лупят Хонды очень хорошо, Даня Квят вообще закатился на шестое место после квалификации. Ну, вот в гонке, в гонке как-то все опять не задалось. Вообще, у меня складывалось ощущение, если говорить обо всех командах в общем, что люди не могли понять, как здесь работать с резиной, потому что темп у всех был рваный. То люди валили как сумасшедшие, то перегревали покрышки, то наоборот остужали, и терялась скорость, терялся темп, ничего ни у кого не получалось. Если это как-то меньше было заметно по Мерседесам, то по остальным это было прям вот наглядно видно по таймингу. Это просто какой-то кошмар творится. То же самое было, видимо, и с быками. Видно, что скорость есть, машину лупят, но как-то вот Макс пытался, Ферстаппин, ну, как смог, так и доехал. У Гасли опять ни черта не получалось. Ну, а что Албан, что Даня проверяли свои яйца на, знаете, на мужскую силу и стены на прочность. Кстати, про Квят. Все знают, что у него был день рождения. Пятница. Да, Квята 5-25. И, кстати, возможно, весь этот цирк, который происходил в практиках, в свободных заездах, он был каким-то небольшим саботажем, как раз, чтобы нормально отметить день рождения Даниила. И там, на тебе, начали люк, потом машину разбили, потом никто никуда не поехал, потом еще засрали все вообще просто маслом. И приходит к нему Кими и говорит такой, ну, что он может, ну, сейчас уже сам Бог велел. И пошли отмечать. Ну, а как без закуски-то? Поэтому взял Дани с собой люля кебабов, набрал в машину, поехал и в одном из поворотов ухренчился в стену и смотрит, тут тормоза горят, ну, там сосисочки-то и поджарят. Да, напишите, пожалуйста, что люля это не сосисочки. Так что вот такой получился день рождения, каждый поздравлял как мог, кто подымить, кто в стенки войти, ну, потом Даня всем вообще своим примером показал, как надо. Но вообще все было довольно-таки хорошо до тех пор, пока в гонке не сошлись рядом Рикьярда и Квят. Конечно, Даню надо было бы наказать. И все мы придумали десятки, буквально сотни шуток про то, за что можно было бы Данила Квят и наказать в этой ситуации. Ну, если что, там его Рикьярда да обгонял, допустил ошибку такую совершенно пионерскую, проскользил мимо, Дане некуда было ехать, он уткнулся в стену, Ну, а почему-то Рикьярда решил практически сразу сдать назад. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не помасьте я тебе, ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе. Зато, поговаривают, теперь на болидах Рено к следующей гонке будут либо парктроники, либо камеры заднего вида. Даня Квят вообще Рикьярда обещал зеркало подарить. Розовая сила гоночного очка. Что касается Форс Индии в этот раз, у них тоже все было не слава богу. Поначалу господин Стролл изображал настоящего типичного канадца, который не понимает, где право, где лево, и как в лучших историях про тупых водителей решил на развилке поехать прямо. После чего выглядел, знаете, как школьник, который у папы машины с гаража угнал и разбил случайно. И тот такой, типа, ну сын, как так? Тот такой, да ладно, пап, чё такое? Что касается гонки, в гонке лучше, конечно же, выглядел Перес. Перес был просто вообще великолепен, у него был потрясающий старт. Но потом, опять-таки, видимо, вот это непонимание работы с резиной, и всё, он туда-сюда шатался, отваливался. В общем, гонка в итоге получилась какая-то не очень внятная, но, повторюсь, старт был просто великолепный, и за такие старты нужно давать отдельную какую-то премию. Макларен. Маки всё выглядят лучше и лучше, всё лучше и лучше, всё лучше и лучше, но чё-то как-то вот в самой гонке опять вот всё не слава богу. Поначалу кажется, что и темп есть, и валят хорошо, но, в общем, я бы не сказал, что это прям какое-то чудо. Но прогресс точно есть, у них сейчас два хороших пилота, великолепнейший молодой Норрис, который, ну, не уступает Саинсу по скорости, иногда даже превосходит. Я надеюсь, что всё будет только лучше, и команда вернётся и потянется поближе к чемпионам. Бедро собрали какое-то. Хаас. Ну, у этих опять всё не слава богу, опять начали за здравие, закончили за упокой. Грожан уже устал фейспалну ловить от этих вот шуточек про Эриксона, уже сам стал про это шутить. Но в гонке опять ничего особенного не показал, и даже умудрился один раз заехать не туда. Слава богу, ничего не разбил. Мага был как-то особо незаметен, я, если честно, даже вот сейчас не помню, где он там приехал, наверное, где-то в середине. Что, с одной стороны, вроде как и хорошо, а с другой стороны, ну, мы как-то привыкли к его более таким зрелищным гонкам. То ли пыл постудил, то ли за голову взялся, то ли просто ехать не получается. Ну, в общем, сейчас вот четвёртая гонка уже, и, конечно, от Хааса хотелось бы увидеть больше. Да они не поедут. Ой, Феррари. А с Феррари опять какое-то повторение, понимаете? Ну, вот, я не знаю, их действительно то ли как-то... Вот, у них явно какая-то системная ошибка, у них внутри что-то не так. Им нужно поменять просто всё, знаете, как это? Разогнать всё правительство и взять новое. Может быть, будет лучше. У меня ещё дед за Феррари болел. То есть, вроде как они, конечно, ну, они далеко не середнячок. Они могут бороться за победу, у них есть скорость, но раз за разом ни хрена не получается. Раз за разом одни и те же глупейшие ошибки. Раз за разом они дают надежду фанатам о том, что вот сейчас вот поедут, вот она, скорость-то есть. Они лучшие в практиках, но потом вот раз и Мерседес вспоминает, как ехать. Действительно снимается с ручника и валит на все дни. Валит так, что не догнать. Да в жопу Мерседес! И в этот раз, может быть, как-то если поколдовать, или, может быть, получше проводить тренировки с резиной в свободных практиках, можно было бы что-нибудь придумать. И Леклер тот же самый мог бы, наверное, куда-то доехать, но в Феррари всё по-старому, там всё ещё главный Фетель. По сути, ничего не поменялось. Ну, убрали райками, дали молодого. Ну, так дайте ему теперь ездить. Пускай, может быть, у него будет получаться. Но нет, они всё ещё молятся на Фетеля, и ничего у них не меняется. Не помогла ни смена руководителя команды. Да и ничего не помогает, понимаете? Вот так. Всё одно и то же. Одно и то же старое красное болото. У вас у всех кровь красная! Мне лично как-то больно на это смотреть. И это не потому, что я там как-то им симпатизирую или ещё что-то, а... Но это всё-таки великая команда. Видите, сейчас страшнее, и с большими слезами смотришь только на Вильямс. Ну, с другой стороны, Феррари дают много поводов для шуток. Сказал я с таким отрицанием. Очень смешно. Спасибо, Феррари. Фетелю, как вы понимаете, даже бритьё усов не помогло. Ничего не помогает. Вот-вот-вот вообще ничего. Не знаю, сходи в церковь свечку поставь. Чем вы там вообще занимаетесь? Может быть, сыра надо больше в пасту тереть, я не знаю. Может быть, кетчуп заменить. Может быть, вообще как-то рацион питания поменять им. Сделайте уже что-нибудь. Сделайте так, чтобы ваши чёртовы машины, которые выглядят как сам дьявол, и так же и ехали. А? Мерседес. Ну, а что, здесь опять всё бесподобно, всё безупречно и всё прекрасно. Вот они действительно умеют скрывать свою скорость и делают это не просто так, а вот профессионально. Старые хитрюги. И у них это действительно так классно получается, что все уже такие, а-а-а. Я не знаю, мне кажется, букмекерские конторы на этом зарабатывают просто миллиарды. Но, ребята, в Мерседесе это, конечно, просто чудо. Какой-то я... Это вот... Это боги троллинга, понимаете? У них надо учиться. Это когда там в пятницу тот же Ботас говорит, что ну нет, ну я не понимаю, но Феррари намного быстрее нас. К середине дня Хэмилтон начинает говорить, что нет, они везут нам по 3-4 секунды. Это вообще невозможно. На этих длинных прямых мы ничего не сделаем. Потом ещё какой-нибудь чувак из Мерседеса начинает гнать про то, что ой, всё, вообще у них машина опережает в развитии нашу на несколько недель. Это вай-вай-вай. А потом в субботу, где Мерседес с лёгкостью берут первый ряд, а потом в воскресенье, где они делают четвёртый дубль в сезон. Просто браво. Ну и Вальтери, просто великолепный Ботас. В этом году нам представлен совсем другой человек, и он продолжает это делать, продолжает ехать. Как ему уже там все пишут в шутку, типа чувак, только не сбривай бороду, потому что с этой бородой у тебя совсем другая езда. После финиша было видно, насколько он вымотан, потому что вот, ну нам-то кажется, что ничего не происходит, а парни действительно едут, они стараются, им нельзя ошибаться, потому что на городской трассе любая ошибка — это практически всё. Ну и плюс к тому, когда у тебя за спиной на не очень большом расстоянии едет твой напарник, который многоликий, многократный, многофункциональный, всё умеющий и ещё очень хороший гонщик, то тут вообще отдыхать некогда. Вальтери действительно выглядел как загнанная собака, но собака, которая до финиша добежала первой. И это уже даже не выглядит как чудо, это просто Мерседес берёт и делает четвёртый дубль в четырёх гонках сезона. Знаете, хоть какая-то отрада, когда одна и та же команда выигрывает, здесь хотя бы теперь появились два конкурирующих пилота. Вообще, наверное, у Мерседеса сейчас лучший состав пилотов, круче просто уже не представить, и эти парни нам ещё много и много покажут хорошего шоу. Модельку купил. Так что да, эта гонка не получилась зрелищной, не получилась такой, как были два прошедших этапа в Баку, она не получилась фееричной, непредсказуемой, но всё равно она была гоночной гонкой, и гонок в ней происходило очень много, и ребята ехали в большом напряжении. Да, нам, как зрителям, не хватило вот этого вау-эффекта, каких-то взрывов вот этих эмоциональных, но с другой стороны, такие гонки тоже нужны. Иначе как мы потом будем определять, какая из них была прям потрясающей, какая средненькой, а какая полнейшим отстойной. Так что огромное спасибо Баку за этот очередной праздник жизни, за праздник автоспорта. Очень жалею, что не смог приехать в этот раз, очень постараюсь приехать в следующем году, а там уж как карта ляжет. У меня на этом всё, с вами была Диванная Формула, через две недели у нас Барселона, именно там Феррари выглядела вот этой дьявольски доминирующей командой, именно там у неё была самая лучшая скорость. Посмотрим, сможет ли она не скрывать свою скорость там, может быть Мерседес начнёт там хуже ехать, ещё что-нибудь. В любом случае мы возвращаемся в Европу, будет много гонок, гонки будут интересными, всё будет хорошо. А я с вами прощаюсь, берегите себя и своих близких, пусть всё будет у вас хорошо, больше вам любви, хороших вам майских праздников, да и пребудет с вами сила. Пока. Пиздухля. 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 Субтитры. Пиздухля. Пиздухля.